Петербург Участники обсудили инновационные технологии оказания помощи детям с фатальными заболеваниями, в частности онкологией. Поговорили о том, какую роль играют государства, бизнес и филантропия в данной области. Мы очень рассчитываем на то, что нам в результате дискуссии удалось показать или хотя бы заявить о том, что без филантропического благотворительного финансирования мы в принципе не сможем сдвинуться. А действовать надо быстро. И в этом смысле фонды, связанные с непрофильным бизнесом, с филантропическим финансированием, это единственный выход, который, честно говоря, во всем мире актуален и используется. Россия не должна быть исключением здесь. Разработка и внедрение передовых технологий в практику – важнейшие условия качественного прорыва в здравоохранении. Во всем мире источником прорывных идей для фарминдустрии и производителей современного медицинского оборудования являются медицинские академические центры. Для воплощения этих идей в жизнь нужны вложения государства или бизнеса. Я абсолютно со многими своими коллегами согласна, что фундаментальную науку финансировать и поддерживать должно государство. А вот прикладную клиническую науку здесь нужно привлекать, конечно, наш бизнес-сообщество, наши фонды, как делается во всем мире. Посмотрите, сегодня американский коллега выступал. 95% финансирования науки – это частная организация, это бизнес. А филотропические вот эти настроения пока еще не так развиты в нашем обществе. Они развиты вот в отношении каждого конкретного ребенка, да, увидят лицо хорошенького ребеночка, очень ему хотят помочь. И многие не понимают, что надо сначала вложить деньги в развитие технологий, да, тогда, может быть, и не надо будет каждому конкретному ребенку собирать большие деньги. По итогам дискуссии становится ясно, что успешный опыт поддержки науки социально активным бизнесом в России есть. Это позволяет уже сегодня радикально улучшить лечение онкологических заболеваний у детей. А значит, общество имеет реальные шансы на оздоровление и полноценную жизнь. Кнари Нерсесова, Данил Кельдюшевский, Новости ТБН.